Дорогие друзья, мы рады, что вы участвовали в нашем конкурсе. В этом году было очень много работ, больше, чем в прошлом году. Все игрушки были разнообразные. Теперь пришло время выбрать победителей. Поздравляю с Новым годом, команда «Металлург». Я желаю вам счастья, здоровья и успехов в этом и в следующем году. Когда пробьют куранты 12 часов, чтобы все ваши мечты сбылись. Я хочу вам подарить елочную игрушку в виде вашего талисмана Тимошу, который сделала своими руками. Хочу его вам подарить. Подарили нам Тимошу еще одного. Три. С Новым годом, Металлург! Молодцы. Три. От всей души с наступающим Новым годом поздравляем игроков, администрацию, и болель, хоккейного клуба, Металлург! С Новым годом поздравляем! И, конечно, поздравляем, чтобы шайбы были бы всегда, воротах вашего врага. Пожелаем жизни личной, чтобы было все отлично, ярких дней и долгих лет. А в хоккее победу! Молодцы! Репетировали несколько раз, сто процентов, ребятки! Я команду Металлург! С Новым годом! Я, особенно, Коля Голдобин, я ему желаю счастья, здоровья, побольше шай, прям очень, и хорошего семья, еще, прям, много подарков там. И чтоб тебя все любили. На Коля отправить. Поздравления! Дорогая команда Металлург, меня зовут Федор. Я за вас болею с самого рождения, то есть 10 лет. В этом сезоне вы отлично играете. Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам, чтобы вы выиграли регулярный чемпионат КХЛ и Кубок из Гагарина. Эти коньки я вам сделал на удачу. А с Новым годом! Металлург! Коньки нам сейчас понадобятся, заказы долго идут. Поздравляю всех игроков Металлурга, а также есть ребер болельщиков с Новым годом Тигра. Это Лис, но при этом он же и Лев. А почему Лев? Потому что Лев это победитель. Металлург команда победитель. Будьте счастливы, с Новым годом вас, команда Металлург, и чтобы вы выиграли все всевозможные награды. Так что в следующем году наш лисенок Лев. Ребята молодцы, помимо подарков прислали много видео, посмотрели, видно, не только постарались с игрушками, но и репетировали на видеокамеру, записывали по несколько раз, все отработано было. Так что красавцы, а теперь перейдем к игрушкам. Ребята молодцы, очень постарались, оригинальные, такая новогодняя игрушка. Гирлянды много, и старые клюшки сделали поделку. Опа, здесь у нас новогодние гирлянды на елку. Интересная идея очень, из вязаных поделочек сделали. Я думаю, на елку самое то. Еще плюс, игрушки, когда падают, не бьются, мягенькие. шайба, она нам принесет удачу. Следующая игрушка, гирлянда, цвета выходной майки, почти что, металлурга. На каждой гирлянде игрок, вот, Вася Кошечкин. Классно сделали. Никого не забыли, даже и тренера, и тренера по физподготовке, Петровича. Посмотрите, какие вам замечательные подарки прислали. Это сразу два Николая Голдобина. Я думаю, Коля оценит их. Я ему покажу потом, может, даже отдам как подарок. Похож. И тот, и тот. Вот это ноу-хау какое-то, надо запонятовать такую игрушку. Тут даже подсветочка есть, так что ночью можно использовать в виде гирлянды подсветки небольшой. Следующая игрушка Джош Карри. Как будто в штрафном боксе сидит. Здорово, кстати, лицо. Очень повторили черты похожие. Видно то, что делали сами. Сшили ее, покрасили, по-моему, даже в цвета нашего клуба фотографии. О, даже я есть. Это, наверное, надо КХЛ подарить. Здесь значок КХЛ есть. В лигу отправим. Пусть себя повешает эту игрушечку. Хотя здесь фотографии наши нет, у себя оставим. Новогодние ворота с 83 Василием Кошечкиным. Такие маленькие. Вот теперь попробуй, забей нам. Это коньки, которые принесут нам удачу. В принципе, у кого коньков не будет хватать, можно использовать. Тоже очень интересная игрушка. Сделала из пластилина и ее поместили в шарик и как новогоднюю игрушку можно вешать на елку. Тоже очень креативная. Снеговиков мало. Вот первый снеговик, хоккеик. Так что все нормально. Все играем в хоккей. Очень крутая композиция. Хоккеистики, длинные волосы у всех даже. Я тут попал. 33 номер. Пашнин. Везде написали. И лампсик. Как радуемся, как голодуем. Надеюсь, в новом году забьем. Вместе порадуемся. Ни одну шайба в воротах. Еще сирены не хватает и лампы красные. Вообще, в принципе, все игрушки видно, что дети самостоятельно выполняли. И это очень радует. Мало кому помогали взрослые. Спасибо за старание. Ребята, еще раз хотелось поблагодарить всех, кто принял участие. Игрушек, конечно, очень много было и разнообразных. Старались, сами делали поделки. Поэтому очень сложно было выбрать победителя. И мы решили выбрать два первых места, два вторых места и два третьих. Третье место заняла вот эта игрушка гирлянда внутри лисенок Тимоша из пластилина. Хорошая задумка. На елочку можно повесить. Также вот эта гирлянда тоже, я думаю, много времени заняла. Тут даже можно выучить игроков. Можно подписываться почти что. Каждый игрок на каждой гирлянде красиво выполнено и думаю, достойно очень. Вот я ты. Два вторых места занимают у нас вот поделки. Хоккейная клюшка в виде гирлянды, посоха Деда Мороза и вторая поделка креативненький такой хоккеист в полусфере шайбы и еще подсветочка есть кнопочкой. Два первых места у нас занимает вот эти две поделки. Первая это, конечно, хоккейные коньки, которые выжигались вручную и я думаю, вырезались из дерева. Их можно повесить еще с эмблемкой такой металлург. Вот еще один новогодний такой сюжет прям полный хоккейный как гол забиваем и выполнено очень здорово. Все молодцы. Удивило, что участвовали не только дети, но и взрослые. Всем огромное спасибо. Очень приятно, что столько много поделок было. Каждый из вас получит учительный приз и билеты и футболку. А тебя лично хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать всем здоровья, удачи и успехов в Новом году. за субтитры и субтитры Редактор субтитров А.Семкин